Поздравляю с открытием нового сезона. Тем более сегодня на круглый стол выносится одна из самых важных тем. Это формирование бюджета развития. У нас на связи 35 регионов, крупнейшие все специалисты. В зале присутствуют представители депутатского корпуса науки регионов. Я надеюсь, что мы плотно и очень содержательно поработаем. В своем выступлении хотел бы обратить внимание на следующее. Ровно год назад после послания президента произошло обновление правительства. У нас на встрече с президентом довольно был сложный разговор, где я прямо сказал, что если продолжится старая финансо-экономическая политика, то неизбежно будут провалены все главные показатели его послания. Войти в стране в пятерку ведущих экономических держав, одолеть бедность, остановить вымирание и все сделать для того, чтобы освоить новейшие технологии, без чего у страны не будет реального будущего. В принципе, достигли договоренности, рассмотрели наши интересные предложения, в том числе и по бюджету развития, 21 отраслевую программу и наш уникальный опыт развития народных предприятий. Президент дал поручение прямое обобщить этот опыт и провести всероссийский семинар. Такой семинар состоялся, с докладом выступал Кашин, активно поддерживал министерство сельскохозяйства. Выступили ведущие наши руководители Грудинин, Казанков, Сумароков. Этот опыт не только обобщен, но и вышел в качестве очень интересного фильма. Я, правда, с трибуны Думы трижды просил показать этот фильм на ведущих российских каналах. К сожалению, они так этого не сделали. Видимо, им не нравится не только опыт, но они и позволяют себе не выполнять и поручения президента. Я надеюсь, что все-таки этот опыт будет обобщен и показан в стране. Почему? Потому что это единственное предприятие, которое ни копейки не брали из бюджета страны и одновременно показали блестящие результаты как в области развития экономики, так и в социальной сфере. Прекрасные зарплаты, хороший пакет социальной защиты, поддержка молодежи, развитие новейших технологий. По-прежнему под нашим государством тикают три бомбы. Выступая на открытии сессии в этом году, я обратил особое внимание партии власти «Единая Россия». Первая бомба – это воровская приватизация, которая не дает и сегодня развиваться в стране. Но, тем не менее, правительство Мишустинов тащило нам предложение по дальнейшей приватизации ведущих предприятий и даже мупов и гупов, что приведет к параличу управления крупнейшими городскими образованиями. Мы, например, в Новосибирске категорически против этого, и наш мэр Локоть успешно управляет хозяйством, потому что контролирует главное, как обеспечивать нормальные функционеры крупнейшего мегаполиса. В Новосибире ходит тройку крупнейших городов страны. Вторая бомба – это дикое неравенство, дальнейшее расслоение, которое нарастает в стране, и это неизбежно приведет к социальному катаклизму. И третья – это довольно податливая продажная элита, которая по-прежнему не желает платить нормальные налоги и прячет деньги в офшорах, вместо того, чтобы вкладывать в отечественную производство. После выступления на открытии Думы, казалось бы, согласились, обсуждали и с руководством, что послезавтра будет очередная встреча с президентом. Я хочу, чтобы он в своем послании, оно, видимо, будет скоро, обратил особое внимание на эти три угрозы, которые только усилились за прошедший год. Что мы имеем на сегодня? Из чего мы должны исходить, формируя бюджет? Сейчас с докладом выступит Кашин Владимир Иванович, который глубоко проработал эти материалы и был основным докладчиком, где партия на Втором международном Орловском форуме выступила с бюджетом развития. И мы наставили на том, чтобы правительство и министерство внимательно изучили наши предложения. Пакет законов, их 12, носил Коломейцев вместе с нашими депутатами. И это можно было положить в разработку бюджета еще в прошлом году. Несмотря на обновление правительства и послание президента, тем не менее, Силуанов в середине прошлого года принес нам проект бюджета, в котором и не пахло новой экономической и социальной политикой. Бюджет утвержден, а показатели выглядят следующими. И если мы в ближайшее время не изменим картину, то нас ждет не просто беда, а нас ждет, на мой взгляд, социально-экономическая катастрофа. Что имеем объективные показатели, исходя из статистики. И только исходя из них мы имеем право рассматривать и принимать новые бюджеты. Единственная страна в мире, которая по-прежнему умирает ударными темпами. Мы потеряли за прошлый год 670 тысяч человек, в два раза больше, чем в 2019 году. Когда говорят о виноват ковид, но те, кто рожал в прошлом году, собирались рожать годом раньше, когда ковидом еще и не пахло. Поэтому это рекорд за последние 15 лет. И на госсовете я обратился к президенту, очередной госсовет привести прежде всего по этой теме. Второе обнищание. Обнищание нарастает ударными темпами. Пол страны живет в среднем на 15-17 тысяч. Их покупательская способность никуда не годная. Прибавилось еще 1,3 млн. по официальной статистике. Надеялись, что поддержат нас. Мы предлагали минимальный прожиточный минимум 25 тысяч. Прибавили 373 рубля. На 3-4 пирожка не хватит. Третья безработица увеличилась почти в 5 раз. Это те, кто встал на учет. Четвертые цены продовольствия и одежда подорожали на 12-14%. Лекарства на 10-40%. Расход семьи сократился на 13%. В 2008 году, когда начинался этот кризис, сокращение было всего на 9%. Пенсия средняя составила 14-17 тысяч. Народ не в состоянии выжить. Полезли все в кредит. Кредит уже составил почти бюджет более 20 трлн. рублей. Долги опутали почти все семьи. Налоги 63 копейки с рубля. Самые высокие налоги, которые можно было только придумать. Грабеж. Грабеж вообще стал вообще нетерпимым. 80% богатства страны и 90% финансов сконцентрированы у 1%. Ни в одной из развитых стран ничего похожего нет. Меня больше всего поразило, что иностранных инвестиций за прошлый год пришло 1,4 миллиарда доллара, 103 миллиарда рублей. 0,1 ВВП. Ограбанули 104 миллиардера. 4,5 трлн. из них 3,5 трлн. вывезли из страны. Если бы эти средства были аккумулированы, нам не хватало 5 трлн. чтобы задолтать и помочь всем. И малому, и среднему бизнесу, и науке, и образованию, и молодежи, и всем остальным. Износ оборудования продолжает нарастать, составил 50-60% даже в нефтегазовой отрасли. Ну и падение ВВП, говорят, у нас лучше, чем у других. Нам-то вообще-то особо падать уже некогда. 3,1%. Но металлообработки 27, чтобы понимать, где мы падаем. И электроника минус 15, хотя мы тут отстаем. И последнее. Когда сейчас будет Кашин докладывать, вы должны задать себе вопрос, а есть ли у нас ресурс? Я должен сказать, столько ресурсов, сколько у нас есть, нет ни у кого. Но весь вопрос в том, что их рассовывают по карманам в основном толстой суммы, и не хотят даже хранить деньги своих собственных банков. Я посмотрел оценку нашей минеральной сырьевой базы, мы наставим на ее национализации. 30 триллионов долларов на всех хватит. Все практически могли быть миллионерами. Мы первые по газу, по алмазам, по серебру, по никелю, по титану, вторые по золоту. У нас больше всего лесов, земли, с пресной воды. Это стратегический ресурс. У нас уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации, преобразования, примаковско-мысляковские преобразования. Но по-прежнему ползем по Гайдаровской вороватой колее, из которой так и не выскочили. Выход очевиден. Нужен новый курс. Нужна новая бюджетная политика. Нужна национально ориентированная финансо-экономическая политика правительства. Мы предлагаем такой вариант и надеемся, что сегодня нас услышат. Мы заранее готовим рассмотрение этой проблемы, потому что первому чтению бюджета все готово, готово, все предложила наша команда вместе с Академией наук.